Хей-хей народ, мы вновь в прямом эфире продолжаем смотреть с вами великолепные матчи в рамках турнира Mars Dota 2 League Сезон зимний и у нас отборы европейские Собственно, еще один матч на сегодня Virtus.pro будет играть против ребят из Stark.gg Формат проведения матча Best of 3 Ну и также победитель, собственно, будет продолжать свое шествие по верхней части сетки Проигравший будет спускаться в лузера ровно так же, как это сделали, например, сегодня уже ребята из Hallraisers и Team Stick Вот такие расклады По-прежнему микрофонов для вас сегодня работают адекваты Майлл Штром И мы готовы смотреть первую карту WPS Stark Готовы же? Да, Team Stick все-таки проиграли Все-таки проиграли, да В общем-то обе встречи закончились еще там 2-1 Века выиграли и выиграли также элементы Pro Gaming Именно они, кстати говоря, столкнутся в полуфинале в Венеров Но это, опять же, будет несколько попозже А у нас рука, пара четверть финалистов, получается, в верхней части сетки Такие расклады Вот, кстати говоря, менеджер Virtus.pro написал, что у Asubu-TV очень качественное приложение для мобильных устройств Поэтому, если у вас есть какие-то трудности с просмотром на ПК, можете воспользоваться В принципе, даже имея дома ПК, очень многие, я уверен, смотрят на каких-то там планшетах, валяясь в кровати Вот, но... Ну, из-за этого, как бы, из-за этого очень часто бывает такая копится огромная задержка с одной стороны С другой стороны, можно всегда перемотать И там, если у тебя лагает без лагов, ну, отмотать там, допустим, на 10 минут, но смотреть хотя бы без лагов Это тоже довольно-таки круто Ну что ж, я думаю, уже перейдем к игре Virtus.pro, уверен, что ты ознакомился с игрой этой команды очень хорошо за последние дни Не могу сказать... О, я там обмазался полностью, скажем так Да, ну, они сыграли самое большое количество матчей из возможного на саммите Так как в первом же раунде отправились в Лузера и там уже проходили Ну и, в общем-то, как и, в принципе, предполагалось, что Silent, ну, сильно-то хуже для команды не сделал Потому что, да, вначале это пошло не очень Но даже если бы они проиграли в первых двух раундах, никто бы не сказал, я думаю, что вот, о, взяли Silent, покатились Потому что УВП до сих пор стабильного хорошего выступления на ланах нету С другой стороны, они продвинулись достаточно далеко Ну и игра команды как-то вот изменилась Все-таки, ну, что есть вот у Silent, чего не хватает многим кэрри Это вот какая-то такая уверенность, которую он вселяет в своих тиммейтах Ну более стабильный, скажем так Да, тут сложно не согласиться, на самом деле Помимо всего прочего, у Silent довольно большой пул все-таки героев Играть он может не только там на Race King, да, и в Phantom Lancer Он и Ember Spirit диплом осваивает, и других героев, в общем-то Много такой, ну, универсальный, в общем-то, игрок, как ни крути Ну и правильно ты сказал, действительно, он в команду вписался, на самом деле, очень хорошо И там по отзыву его коллег, тиммейтов Игрок, который мало спамит лишней информации Много информации дает для своей команды Ну и, скажем так, первый краш-тест, первую проверку, скажем так, в рамках саммита он провел успешно Все-таки команда заняла второе место Немножечко, буквально полшечка не хватило до топ-1 Так что, думаю, боевое крещение у Silent прошло Я думаю, никто из даже фанатов, а фан-базу Virtus.pro большая не сомневается в том, что замена получилась достойней Да, а что касается команды Stark, я вообще ничего не могу по ним сказать Я их не видел чуть ли не с квал пятого инта О, пятого инта Квал осеннего мейджора, наверное Вот, и, честно говоря, ну и там про их игру тоже сказать что-то было тяжело, потому что команда тоже очень нестабильная Но, тем не менее, такой середнячок, не скажу, что суперкрепкий, но середнячок И в ВП необходима такая уверенная победа Ну или хотя бы просто победа, все-таки учитывая, что они только саммита, я думаю, могут быть у них какие-то трудности Но должны победить Ну, по идее, да, очевидный фаворит, конечно, в рамках этого матча ВП Безусловно, ребята из Stark действительно проводят последние свои матчи не очень-то и хорошо Ну вот, отборы на тот самый Frankfurt Major они не прошли Что касается StarLadder, они тоже в группе C там с OG, с Na'Vi попались В итоге не смогли выбраться И после этого, можно сказать, что матчи-то они больше не играли Ну и негде было играть Ну, посмотрим, коллектив, скажем так, в общем-то, довольно стабильный Ребятки все представляют одну страну, это Финляндия Вместе играют уже давно, и на просцене уже давно Там, в 3x есть товарищ, например, такой, или там, немфи Вот, поэтому достойную игру тоже показать будут должны, безусловно Ну, что касается первой карты, видим, что Virtus.pro особо-то нового, ничего понятное дело, за эти полтора дня, в общем-то, не придумали То же самое, что исполняли на саммите, да, это Герокоптеры, Дазл и Спиридбрэкеры Ну и, в принципе, Старки тоже от текущей меты далеко не ушли Ну, вообще, да, вообще, хотелось бы добавить, что вот это одно из главных преимуществ вот этого нового состава ВП Да и вообще команд, в которых играл Сайлент, в принципе, то, что, как правило, они всегда играют какой-то устоявшейся метой Если у команды все идет хорошо, если она, ну, вот, как бы, хорошо свою стратегию использует, то, в принципе, им придумывать ничего не нужно Ну, как бы, Герокоптер, Дазл, они... эта стратегия работает уже, ну, чуть ли не год с лишним, я не знаю Но этот Герокоптер, он и в новом патче, я думаю, будет все равно хорош Но слишком силен этот флаг, который там разносит все лица И слишком хорош его ультимейт И вот в этом-то и вся фишка Ну и плюс вот этот вот, как бы, комбинации со Спиридбрэкерами всячески тоже хорошо работают Ну, кто-то должен потанковать перед Герокоптером В общем-то, здесь, да, здесь что-то, скажем так, может удивить их Но, в принципе, если они отыгрывают на хорошем уровне, то им изобретать велосипед не нужно Но его забирают Дисраптеры, это второй будет саппорт Ну да, все действительно очень даже стандартненько Старки решили тоже упор сделать больше на лейнинг, набирают спе там, да Бэйн, который будет помогать Квапе в миду Лич там где-то, условно, с Лордаром на оффлейне постоять В принципе, тоже должны неплохо себя чувствовать Ну, в общем, так вот, на стадии лейнинга пик хорошая, а то и другая команда Придраться пока сложно к чему-либо Кстати, касательно стабильной игры и стабильного выступления на одном патче Действительно, Virtus.pro, надо понимать, что они действительно пристрастились к этому патчу текущему 6.85 Они раскусили, можно сказать, его, да И тому подтверждение, сколько матчей на саммите, которые они провели счетом 2-0 без шансов для противника Но при этом, когда, например, товарищ Артема задавали прямой вопрос Хочешь ли ты изменений каких-нибудь, он сразу сказал, да, хочу, хочу новый патч, хочу всякие прикольные штуки новые Ну, в общем-то, он очень, как минимум, капитан, он очень ждет этих апдейтов Даже там в самолете, я помню, мы летели обратно Ну, кто знает, в Аэрофлоте довольно дорогой интернет, все-таки, да, и покупать его там просто не получится Но Артем даже там попытался приобрести интернет, чтобы узнать, вышел ли патч, в котором он очень хотел почитать патч-ноут Это ему, кстати говоря, не удалось, то есть купить-то он купил, но интернет не работал, но, тем не менее Азарт и пыл, с которым Артем был настроен Чикумпатчик говорит, что он ждет каких-то изменений Ну, интернет, в принципе, не дешевая штука в самолете, но когда он не работает, это какой-то сумасшедший КПД получается Как бы деление на... Ноль, насколько ни раздели, все равно будет ноль Поэтому, да, увы Не поспоришь Но что и Урса-Warrior добирает, Сарки Урса, это интересный выбор, на самом деле Но, на мой взгляд, пока что все очень хорошо УВП Есть у них вот этот вот Спиритбрекер, который может эту Урсу пинать, мешать ей бить Дазл, который будет сейвить Дисраптор, который может, опять же, кого-то там отглемсовывать назад Ну и, в принципе, набор героев очень хороший Сейчас посмотрим, что они доберут, видимо, для года Это очень хорошо, то, что ждет так FNG нового патча Потому что, ну, это говорит о том, что ему интересно все еще играть Он ждет каких-то... Ну, то есть, это действительно важно И он не боится новых изменений А как мы видим, ну, Дот все-таки такой путь избрал IceFrog Что он популярность держит в своей дисциплине очень сильно за счет постоянных изменений Но все-таки объективно, если ты играешь в Доту каждый день, тебе это изменение, оно будет очень круто Потому что, ну, просто задолбаешься играть 20 игр в день одного и того же А тут, боже мой, новый проход Да на этот новый проход молиться просто все будут Просто потому, что его раньше здесь не было Ну, ты знаешь, тут вот от человека многое зависит Опять же, я лично могу судить только по себе Это мое чисто объективное мнение Но я вот с удовольствием бы какой-нибудь патч выпустил, который был бы суперстабильным И больше вообще ничего не менял Вот просто ничего Мне кажется, ты меньшинство в этом плане Ну, хотя тяжело сказать, я, в принципе, раньше тоже так думал Но... Ох ты, это Soul Meat BM Да, ну тут у Урсы тяжелая ситуация Ты знаешь, Бессмастер целиком и полностью контрит этого Урсетского, да И за счет того, что, во-первых, он держит его, да, как может в дизейбле Под любыми там бафами Урсетского, да, в Праймал Роре элементарно Ну и при этом, при всем, конечно, Кабанчики Кабанчики, которые у Урса вообще не дают никаких шансов Вообще, Кабанчики, они хороши против любого милишного Кора Но вот конкретно против Урсы, так это вообще какая-то главная боль большая Тем более, что помимо Урсетского, тут еще и Слардар именец Поэтому Last Pick от Virtus.pro пришелся очень даже удачно Как по мне Ну, не знаю, что, конечно, году придется поиграть на этом герое И, так скажем, нечасто мы этот процесс с вами видим Чтобы год на Бессмастере катал в миду Но, тем не менее Ну и при всем при этом, надо понимать, что все-таки есть, помимо Бессмастера Еще и Spirit Breaker в качестве милишников, да Может быть, где-то будет на линиях трудновато Но, тем не менее, должны быть справляться Так, ну что, начнем с команды финской Потому что это интересно, кто на ком играет у них Насколько я понимаю, Буги у нас на Квапе Вуги Вуги – это Буги Вообще, их состав для начала было бы неплохо вспомнить Одну секундочку Ну, Буги, Немфи, Трикси, Валикс и Окей Цуа Мидер у них Мидер у них Немфи, по идее, должен быть Буги у них все-таки Керри Ну, иногда они могут и свапаться Ну, окей, давай, допустим, это будет все-таки Буги на Квапе, Немфи на Урсе А, получается, на Бойне у нас играет какой-нибудь Валикс Ну, Окей Цуа в пятой позиции Или Окей Цуа Тогда Валикс на Личе и Трикси на Свардаре Да, скорее всего, так будет Ну, в общем-то, ребята из Virtus.pro Год будет играть на Бесмастере в Миду Сален, конечно, фармить на Герокоптере на легкой Лил Суппорт Дисраптор Вторым саппортом будет Тазл от ФНГ Ну и Когтик Лык Фобос на Спирит Брейкере Таким вот звездским никнеймом будет катать Фобос Ну, он, по-моему, его не менял уже, мне кажется, года два Да? Я просто официальный никнейм всегда видел За пап-играми не наблюдал Ну, у него, да, у него все время этот Когати Жмых Когати Клык В общем, он уже его держит очень долго Не помню, где я его видел под этим никнеймом Но было Может быть, как-то Лобби забаговало Так, тут у нас Лил Ты смотри, что он придумал Лил и два кабана Лил и два кабана Так и целую историю писать можно Ну, вот Курьера хотели перехватить Но Курьер аккуратненько обошел Вот так вот И Буги, Буги шарит Как должен Курьер не совладать Так, нужно его перенаправлять, чтобы он не подставился И все получилось Только-то обратно Обратный пути Курьера можно потерять Потому что сейчас выйдет Лил Лил выходит Хорошо, Кабанчик тоже здесь Тычкует Боже, Лил, еще одну тычку Дай, зачем ты кабана понадеялся, Лил? О, мой бог Как, боже, что ты исполнил Лил, Лил, Лил Это Лил Это, походу, у него до сих пор Джедлак еще действует После перелета Но это провал Это реально провал Сейчас можно было просто на халяву Убить Курьера Ну, недоконтролил Такое ощущение, что кликнул где-то по земле Не в саму курицу И из-за этого не сделал тычку Еще одну Ну да ладно Ну да ладно Сейчас Фанга тоже ответит Нормально Нормально играем Нормальный расклад Что происходит вообще? Отлично Отличное начало для команды Virtus.pro Снизу еще остается умереть Фобосу Который, кстати, близок к этому Нет, здесь его Бейн не добьет Но Бейн его неплохо размял Выбил из него регенов Ты знаешь, такую вот легкую пощечину Сейчас получили Virtus.pro По этой стадии Ну, тяжелую такую, я бы даже сказал Гуру не добили ФБА дали Лил там просто, видимо, понаделся Потому что Кабан добьет Но у Кабана тупо не хватило урона Бред Бан, перезвони Бред, просто бред Ну и как на топе тоже погиб Непонятно Слишком серьезно пошел в рейдж Такой герокоптер Начал размениваться по хп Таки бы истинул, что он слабее, чем Личи Славнар По итогу Подставил, погиб Ну как туда очень просто вышло То есть здесь же нет таких спилов Которые тебе там могут нанести мало урона А могут много Тебе новое И этот стан наносит всегда примерно одно и то же количество Бам, по-троим Нормальный такой станчик Если бы он урона побольше еще наносил Да Ну, тут спокойно, конечно Избежали от атаки ребята из Старк Составили снизу состав ФНК ФНК теперь стоит на топе Собственно, меди остался один бестмастер Ну, Клопадис должна чувствовать себя более-менее неплохо Всяком случае, линия бестмастера точно проигрывать не должна Ну, а снизу спирит брейкер Ну, к слову о фобосе стоит он здесь в принципе неплох Как минимум при хп Все же как ни крути Бэйн, конечно, герой такой страшный Особенно на первых левелах противный Но пока фобосправляйся Ну, практически никак не убить Если ты даже его заслипал И подошел вплотную Все равно он успеет разбежать Разбежаться То есть урса милишная Ее отбросят И никаких шансов нету здесь Урсевича забрать фраг Поэтому не стоит так Ты знаешь, пробовать-то надо Хотя бы на всю МП развести Ну пусть он убегает Ну раз, он убежит два Убежит МП Это у него не так много И где-то потом он может и подставиться Ну вот так Да, нужно разводить на эти чарчи Вот сейчас все правильно делают Старки И это, наверное, нужно было юзать почаще Прямо с самых первых минут Ой, как хорошо Там Рошан еще Пригрял фобосом Ну в итоге В итоге находят инвиз И сейчас еще икс пулю получит Ну что-то побоялся выходить Возможно, Сентряк здесь Хотя Сентряк у самого стоит Не пошел Может быть, на мид выйдет? Ну да, может сейчас какой-то такой Размен по хп Гот уже так довольно интересно Байтит на себя Оставляет буки пробивать Все-все больше и больше Ну так лишь бы не добайтиться Потом можно и отъехать элементарно Ну, вроде-вроде Пошел код Нужно тащить себе, так понимаю Боттл Да, боттл к нему уйдет Что там у клопы? Клопы боттл также имеется Еще и сапог Так, ну смотрите Ну вот сейчас на это можно ловить Первые уровни прокачки Только и можно убивать Начинает пробивать фобос И разгончик Топорики Буки дал скрим Убивает фобоса после своей смерти Но тем не менее поехал Ехал сам Ну приходит Трикси Трикс там прописал Тоже уфу Да, бестмастера не пробить Слишком хорошие статы Видит это Отходит Но у бестмастера легкие проблемы Он далековато зашел Есть глимс Есть бейн Бейну нужно заслипать дисраптора Так, дисраптор находит настоящего Точнее не находит настоящего Он вернул иллюзию Иллюзия распалась В итоге бест уходит Да, хорошо Ну здесь какая-то квопа Странные вещи сделала Ну то есть, как правило Опытные мидеры Они таких ошибок не допускают Все-таки Те вещи, которые могут привести К твоей смерти Их лучше не делать Даже если ты вроде как И не видишь Какой-то угрозы Потому что вот Как раз вот такие ситуации Могут возникать Ну да, блинка был потрачен Практически в никуда Возможно нацеливался Буки, чтобы сбить Там заряд ботла Этому бестмастеру Чтобы прыгал Так непонятно Зачем правда Ну, а справедливости ради Отмечу, что действительно Вижена не было Снизу варда на руне не стоит Поэтому про инвиз Клопа знать никак не могла Ну да, плюс спиритбрекер Ушел с линии Но он был битый Вроде как пошел лечиться То есть такое Вполне себе возможно Было Ну, да ладно Спиритбрекер тем временем Пришел на линию Но вынужден оттуда Сразу же уходить Потому что Урс Все очень грамотно сделала Клеп Пару ударов И сейчас есть фейзы Ну все Здесь уже спиритбрекеру Можно в принципе не приходить Потому что клеп Один удар Ты под замедлением От Орбов Венома И от клепа И тебе остается Только вариант Куда-то разгоняться Бежать Ну да Ну и так Ну более-менее Кстати, экспы Неплохо Фобос получил Все-таки почти пятый левел У него имеется Однако, если посмотреть Опять же сравнить Вот все роли И тот фарм Который они получили За первые 6 минут Все-таки старки Смотрятся куда-то лучше Разворачиваются Тригси Пошел против всех Поевать Дал стан Но Рокотбарридж Успел пожать Сален И чуть было Не соицидился От нейтралов Но плечка от Дазла Долетела впервые Или там Пойзонтач Даже сработал Там, наверное, Пойзонтач Какой-нибудь Но, да Был близок он К тому, чтобы отдаться На крипах Тем не менее Фрак выпозделали, да Более-менее Ну, вообще так Все подвыровняли ВВП Нет у них там Никакого преимущества Но и отставания Большого нету Главное дальше Не допускать Таких ошибок Да, Бэйн Убежал Забрал хосту Гот остается без руны Не очень приятная ситуация С другой стороны Он фуловый Можно и забузить бутылку Ничего плохого не будет Ну и, как мы видим Сайлента Опекают Довольно-таки жестко Разворачиваются Брекера Возвращают Так, Глебис пошел на Лича Лича здесь будут убивать Дал он перед смертью Бласт Так, ну что Фобус будет ли умирать или нет Бэйн сюда подошел Трик сидит до конца Стан у меня появляется Немножко подзаметился Кинетик Так, стан прописывает Гирокопт встречает Рокетбоя Родживи Ой, Соник Вейв Кто там пролетел Какой неплохой Товарищи Пуки Накрылась перед Брекера Остальные просто Там просто разбегаются Еще разбегаются Бэйн тоже вынужден уходить Ну да Ну пока Тут все абсолютно перетянулись С той и с другой стороны Кроме Урса Она осталась добивать Себе какие-то деньги Забирать Тавр Возможно И в этом легкое преимущество Все-таки Урса не приходила Времени не тратила Да, и фармит Спокойно фармит У нас здесь Ну, как мы выяснили Товарищи Немфи Все-таки Есть Фейзу У него уже В принципе Неплохой запас денег Посмотрим, что он будет выходить Скорее всего Постарается фармиться Быстро Блинтагер Но тем не менее Сам факт того, что оставляют Его один на один С крипами Это плохо для ВП Можно потом пострадать Ну, опять же Как мы выяснили На стадии трафта Есть, чем, конечно Урсетского контролить Но Все равно Из Виты Выпускать его нельзя Четверо В мид приходит УВП Необычная ситуация Ну, как-то вот Видимо Вынуждены были сместиться Или что Ну, вот Кирокоптер Сейчас линии отпушил Вращается на топ Фармит Сейчас будет у него Аквилка Лил пытается Сделать стаки Для своих тиммейтов Такую интересную Штуку он дал А кинетик Зачем был сделан Он хотел Вижен получить И стычки Отвести Но Что-то пошло не так Стычка в итоге Это не сделал Ну, что-то Лил может быть Не проснулся У Лила, да Что-то болезнь Невыполненных тычек А сегодня уже Две тычки Как минимум Не додал Ну, я не исключаю Что ВП Особо не тренились Решили немного отдохнуть В конце концов Нельзя все время Находиться В какой-то крутой форме Потому что У тебя в какой-то момент Тогда начнется Супер спад Из которого Просто так будет Не выйти Нужно все время Отдых чередовать С какой-то нагрузкой И вот, собственно У ВП Сейчас как раз Момент легкого отдыха И Ну, должны они Чуть хуже играть Другой вопрос Здесь такой Есть запас Как бы прочности В свое время Команде Нави Находясь в фазе Глубокого отдыха В течение года Наверное Им все равно Удавалось выигрывать Практически все То есть Тут вопрос Вашей уверенности И ваших реальных сил Стратегий И всего такого Прочего Ну да Много факторов Сейчас наваливается В единый матч Фактически Так А вот Ганг в свой лес Пошел Ну там Бессмастер Там Бессмастер Там можно найти А помимо Бессмастера Там еще и Лилд Стоит вместе с Фобосом И так Начинает с драка Праймал Рорд Моментально в лича Ставится кинетик Лича разорвало в секунду Ничего не стало сделать Незерстрайк Бэйна Ну что Спиридбраки Я так понимаю Продают Пошли глимсы Зам... Слипали Лила Сюда приходит Слардар Станп По троимствам Прописывает Урсатики Тоже Здесь И Култауна Салинт Толк Сейчас стрянут Ребята И Старк Ой Стрянут Погиб Бэйн Дальше Буги Страдает Ныряет Еще и скримин Добивает При этом Спиридбрэкера Что дальше Дальше Тэп аут На турсы Есть Флэк Зачем Зачем Ужасы Сделала Тэп аут Не совсем Понятно Почему Можем Такое Она Как бы Сделала Тэп аут И опять Идет В битву То есть Даже Не подумал О том Чтобы уходить Ну Что сказать Сейчас Квапи Немножко Не хватило На ульт Там Слардар Застанил Троих И если На ульт В этот момент Хватил Ман И вообще На рассказ Полноценный Дек Вин Могло Быть Очень Серьезно Так Сэланд Заигрался Отпустят Лего Да Видимо Отпустят Слардар Сам Без Квапи Был Рискован Продолжение Преследования За Геркоптером Решил Не Поддаваться К тому Искушению Подраться Еще разок Убегает В сторону Ну Ножен Брентагер Ровный Размен Получился У нас Плюс Минус Для тех А для Других Там Какие Стаки Своровали Кто Кого Убил Кто То Не Убил Но По факту На графиках Особо Не сказалось Да И Прям Ключевых Артов Кто Не Нафармил Ни Одна Ни Другая Команда Ну Да Побегали Так Поразминали Друг друга Кто Кого Убил Кто Нет Не Особо Важно Важно Только То Что Есть Гвинов Пейн Который Довольно Серьезно Уходит В отрыв Что Тут У меня Курьеры Должно Лететь Сейчас Став Судя По всему Будет Выходить В Еул Первым Айтемом Что Вольно Интересно Вообще Это правильно Играя Против Дисраптора Надо Иметь Юльч Какой Ты Безусловно Будет Спасать Да И В принципе Такой Артефакт Массейф Всегда Прикодится Лилда Фармил Себе Шестой Тем Временем На Топе Слардар Пытался Настигнуть Но Не Вышло И Выход На Слардар Теперь Глипс Отлично В Статик Сразу В Кинетик Зажали Трикс Ничего Не Может Сделать Получает Еще Чардж Отстанился И Еще Амплифай Кинул Да Еще И Драться Пытается Лилд Не Отъехал Но Его Выкинул Фобос С Кинетик Филда Ну Такой Вот Необычный Момент Тем Временем Находит У нас Лича Бестмастер На Хосте Где-то За Тир Один Вышкой Почти За Тир Два И Получается Забрать Двух И Вышку Скорее Всего И Это Очень Хорош Размен Да Кот Вообще Стартует Замечательно Смедлиния 2.02 У него Уже КТА Есть Белт Став Будет Походить Некронные Клоны Первого Уровня Пока Что Ну И Тайвор Сейчас Заберут Еще На Свет У У Бестмастера Игра Идет Что Называется Идет Очень Хорошо Так И тут Мастер ТП Т1 Забрали И Нужно На другие Линии Возвращаться Потому Что Там Немножко Подпушили Старки Да Вот Такой Необычный Момент Вот Нету Никакого Способа Вытащить Там Из Кинетик Филда Героя Или Там Из Какой То Хроносферы Своего Союзного Но Вражеского Ты можешь Выбить И Из-за Этого Иногда Страдают Я до сих Помню На втором Инте QQQ Который Сейчас Является Менеджером По-моему Вича Вот Он На котле Просто Дал Такой Этот Лайт Что Выкинул Всех Героев Которые Были В хроносфере Бывает Ну Да Там Это Там И так Все Было Плохо До Этого Момента Там Стало Просто Ужасно Поэтому Нужно Конечно Аккуратненько С этими Станами Баратрума Башами Но ВП Так Поувереннее Смотрится Последние Несколько Минут Уже Видно Они Подсократили Отставание Видно Что На стадии Лайнинга Они Могут Все Что То Позволить Но Чем Дальше Тем Сложнее С ними Играть Все Так Командная Игра Такая Хорошая Смогте Время Видимо ВП Смотри Что Подхватывает Пошел Вперед Лил За Ним Фобос Так Они Ставили его в покое Решили на топ Сделать разгон Но Их же Уже Спалили Буги Должен Уходить Буги Есть ТП Как же Долго Думаю Сейчас Ребята И Старк Они же Могут Здесь Просто Просесть Назер Старк Начинает Фобос Сразу Инициацию Пин оф Пей Накрывает Еще И статиком Это Ментальный Минус И Эммобой Тоже Не уходит Но Я сейчас Не понял Я сейчас Просто Не понял Что Сделали Старк Кто Мне Расскажет Почему Они Не ушли Их же Спалили Вп Накан Это Супер Странная Ситуация Такое ощущение Что они Как-то Друг друга Не заметили Что Лиза Личом Не побежали Но Причем Это Глупо Было Не бежать За Личом В той Ситуации Но Получилось Все Как-то Еще Хуже Да Еще Круче Для Вп Получилось Да За Пытались Старки Незаметно Так Забрать Рошан Их Моментально Уже Спалили Вп И Так Просто Убить Рошана Здесь Не получится Надо Иметь Ввиду Что Стоят Варды И Еще Будет Бесмастеров Сокол Летать Птицы Которые Светят Все Что Только Можно И Забрать Рошу Не так Просто Хотя Сурсой Конечно Даже Без Свардара Это Можно Было Сделать Но Хороший Обсервер Свой Так Ну И Вп Ну Пока Гирокоптер Занят Тем Что Он Сплитит В очередной Раз Заходит Старки На Рошана Кидается Виф И Хороший Через Несколько Секунд Можно Будет Вступить В бой Так Фнг Напасная Ситуация С всех сторон Пытается Вп Зажать Противника Вот Он Гот С Некрономиконами С Кабанчиком Уже Встречает 3x3x Вынужден Просто Давать Станчик Лишается Большой части Своего МП И ХП В принципе Тоже Не накинулись Убили Неплохой Рассказ Всполнение Кмин Пэйн Копус Съедает Снезер Страйк Убили Гирокоптер Тереню Чайник Неплохо Пролетал Тинс Гриппи Держит Лила Съедает Урса Варьер Урса Дальше За Фнг Фнг Есть Дает Просто Хил Нужно Кидать Шелло Грейв Не Кидает Шелло Грейв Умирает В итоге 2 в 3 Размен Не Самый Хороший Для ВП Да Как Сыграл Бэйн Он Сейчас Просто Одного Героя Заслипал Это Даззл Гирокоптер Он Схватил В итоге Минус Два Героя Просто В драке Несмотря На то Что Вроде Были Отрезаны Но Такая Ситуация Двоякая С одной Стороны ВП Очень Хорошо Отрезали Своих Соперников Ужаса Получилось С одной Стороны Вроде Как Можно Драться Но Там Лич Закинул Чайник И Все Герои Были В позиции Сейчас Бэйна Могут Не отпустить Бэйн Здесь Погиб Да Борики Контрольные Откуда Залетели Это Минус Ну Да Вурсецкий Не смог Добить Рошана Здесь Просто Ушел Очень Хорошо Залетел Соник Вейв Прокаст Клопы И Конечно Чайник Вот Эти Две Ультимативные Способности В итоге Зарешали Если Посмотреть То Видим Что Клопа Нанесла 1000 Урона Лич 664 Урона В принципе Довольно Серьезный Дэмэдж Получился Ну А У ВП Отличился Только Один Бестмастер Полторы Тысяч Урона Нанес Гирокоптер Своего потенциала В замесе Не раскрыл Даззл Шел Огрейв Не китал То есть Тут Конечно Сыграли Драки Неплохо Гириш погиб Там Чуть ли не Бесплатно Его успел Урса Загрызть Когда Закончился Кенетик Филд Но Главное Что Рошана Не отдали В общем То Можно Играть Дальше Да Отдали Понятно Дело Довольно Много Денег Но Учитывая Что Графики Были В нуле Даже Там С небольшим Преимуществом ВП Как мы Видим Они Остались Даже С преимуществом То есть Такая Драка За которой Не последовало Так Вот Это Опасный Момент Из Смоков Выходит Год Нет Год Не Выходит А вот Теперь Выходит Но Он Еще И В инвизе Вот Он В чем Дело Видит Урсу Урса Бежит Клэпой Но Не Сцепить И Бестмастер Продолжает Сзади Там Свои Какие-то Походы Просто Разведал Территорию Сейчас Виртуз Про Скорее Будут Собираться Вместе Чтобы Дадди Боих Смещается Каким Так же Фобос Не Знают Понимают Прекрасный Виртуз Про Что от Рошана Турсецкий Не уйдет Пока Рошан Не погибнет Постоянно Будет На него Перемещаться Не знаю По-моему Ошибка Такая Легкая Настолько Вориор накрыл Пытаются Уйти Буги Чайник Ушел Вообще В никуда Сейчас Будут Просто Падать Старки Уже Минус Два Мобой Пытается Уйти Трикси А его Замедляет Кабанчик Никуда Он далеко Не уйдет И дает Станчик Фобос Конечно Не отпускает Чардж Есть Топорики Накрывает Они до конца Слордара Минус Три уже Сделали Там Также Пытаются Убить Квин Но в Пейн Который Блинками Пока Ся Спасает Но В целом Конечно Старки Тут Мини Замес Провалили Фобос Попошел Агрессор Забаковал Слишком Жестко Но Вот Чем Это И чревато Несмотря На то Что Урсу Не Закрыли Но Нельзя Настолько Быть Нацельными На Этого Рошана Не В этой Ситуации Еще Только 18 Минута Игры Ничего Критичного С этим Рошаном Не Будет У Вас Есть Масса Возможностей Проконтролировать Не Дать Его Сопернику Понятное Дело Что Если Вы Чуть Впереди Там Окажетесь Сможно Его Будет Забрать Но Сделайте Это Как Похитрее Но В итоге Они Были Супер Нацелены И Урса Очень Была Удивлена Когда В разгар Драки И В спину Вышел Бестмастер Действительно Такая Неприятная Неожиданность Получилась Очень Даже Он Казалось бы Уже Пережил Рассказ Кинетик Статик Положил Дисраптор Выбежал Оттуда Герой А нет Год Его Не Отпустил В результате Год Просто Получает Отличнейший Буст С медлинии 5.05 Выходит Год Боже Какой Волшебный Года У него Есть Уже Третий Некрономикон И Опасен 2 На карте Почти Этоп 1 Сайлент Только Перед Да Хорошо Чувствует Себя Ну И Вот Как раз Таки Вот Это Проблема Урсы В том Что 4 Секунды Ее Убить Практически Нереально Пока Действует Ультимейт Но Как Только Ультимейт Заканчивается Ну Она В общем То Ничего Особого Из себя Не Представляет Находит Queen of Pain Можно Заслипать Ее Да Заслипали За счет Этого Она Выживает Выживает Ли Ну Да Слушай Живет Ботлом Отпивается И Продолжать За ней Такой Не Никого Смысла Но Зато Нашли Бэйна На Чарджи Прилетел Фобос Бэйн Дает Брэйн Сап Пока Жив Но Ненадолго Отправляет В паверну Ну И Таким Вот Ну На Ровном Месте Можно Сказать Да А Еще Знает Куда Урса Пошла Вижен Вижен Решает Они Инициировали Кравский За счет Глимс А Вообще Связка Конечно Бестмастер И его Ястреб С Глимсом Для инициации По-моему Самое Самое Лучшее Что можно Придумать Ну И Сейчас Им Просто Базу Сломать Могут У них Особо Отпушивать Нечем Сларда Рурса И Бэйн Такие Себя Отпушиватели Вот Что Происходит С Квопой Когда Она Пытается Отпушивать Есть Волк Есть Аура Бестмастера Некрачи Правда Уже Закончились Но Все равно Можно Неплохо Надавать По вышке Да Побили И Отошли Вообще Да Тут У них Очень Много Аур Собрана Квилы Есть Владмир Есть Некромиконовские Ауры Есть Прям И Рядышком Бажак Волков Бегает Для Пуша Это Просто Идеально Для Драки Это Идеально Что Придумать Желательно Какого-то Огр Мага Взять И Развешивать Броней Ну Тут Больше На Атаку Нацелены Потому Что В принципе Такая Ситуация Что Вопрос На данный Момент В игре Стоит В том Что Смогут Либо Сломать Окончательную Базу И Выиграть За Ближайшее Время Или Все-таки Старки Отобьются Понятное Дело Что ВП Здесь Еще Проиграть Могут Если Не Совершают Ошибок Но Пока Что Все У них Слишком Хорошо Великолепно Да И Нетвор С тому Подтверждение Преимущество Командное Семь С половиной Тысяч Над оппонентом Хороший Запас Но Правда Фобос Находит Есть Финскрип Сразу Вгрызается Урса Обнимашки Обнимашки Убивает Там Был Кулдаун Но Саленский Кулдаун Особо Не Спасает Ну Вообще Саленто Есть Аегис Он Так Решил Немножко Поразмять Урсетского Урсетский Ныкается Паут Юзайт Сбить Нечем И Ставится Пауза Дисраптора Лак Так Посмотрим На ситуацию Лил В ренде Глимса Или нет Итак Ну Невозможно Во время Паузы Посмотреть Его Очень Близко Очень Близко Бисмастеру Еще Нужно Где-то Примерно Сутана Ну Глимсанет Скорее всего Если Волк Сейчас Увидит То Глимсанет Причем Я думаю Что В такой Ситуации А Мы можем Сейчас Вижен Прочекать Вижен Есть Конечно Ну Он Увидит Ну Все Тогда Тут Даже Думать Нечего Он Его Должен Вернуть Тут Очень Большой Радиус И Он Успевает Я думаю Что Даже Пауз Здесь Особо Сильно Не А так Как Вижен Есть За 1 7 Секунды Знаешь Если бы ему Еще Что-то Скастовать Надо было Механика Таглимса Такая Что Он Кастанет Урса Даже Если Уже Будет На Фонтане Ее Просто Привезет Обратно Слушай А Ты Такой Вопрос На Засыпку Подумал А Если Кинуть На Цель Найтмэр Потеряется Ливижен Да Если На Волка Сейчас Бэйн Кинет Найтмэр Вижен Потеряется Это Кстати Говоря Единственное Что Может Спасти Урса Вот Вот А Стоит Нас Бэйн Там На Лоу Граунд И В принципе Он Дотянется Своим Найтмэром Если Удаст Это Сделать Сразу В секунду Хотя Мы знаем Что Слип Вешается Все Так С Анимацией Но Тут Вообще Очень Решают Эти Доли Секунды Потому Что Лилу Все Нужно Немножечко Парушечка В сторону Усетского Сделать Ну Вот Здесь Как раз В этом И вопрос На самом деле Да Пауза Тогда Совершенно На руку Старком А не ВП Потому Что Если Бэйн Дойдет До Этой Мысли И Успеет Кинуть Найтмэр А Лилу Не хватает Двух Шагов Ну По-моему Лилу Хватает Даже Сейчас Радиуса По-моему Ну Да Это будет Очень крутой Мув Гирш Так Никак Не сможет Успеть Как-то Разбудить Этого Волка Но Тут Прям Целый Этот Целое Подсуждение Наверняка Идет Схема Так Дорогие Друзья Вот Вам Пока Пауза Загадка Такая Просчитайте Посмотрите На ситуацию Оцените Напишите Нам В твиттер Сейчас Ну Либо Там Через личное Сообщение Нам Собачка Адекват ТВ Или По Хэштегу Рухап Или По Хэштегу Эпдл Как Вы Считаете Выживет Здесь Урса Уйдет Ли Она Или Нет Пишите Пишите Потому что Пауза Будет Еще Довольно Долго Бессмастера Нет Куда Отвалился Вам Всем Багаж Потеряли Я Слышал Просто Спрашивает Виталий Волочай Наверное Один Из наших Зрителей Подоставили Фобосу Его Потерянные Девайсы В пути Или Нет Ну Вообще Насколько Я знаю У них Там Другой Рейс Был Мы С Салин Летели Напрямую В Москву В Казань Они Летели Через Францию Вот И Походу Да У них Что-то С багажом Случилось Ну У Вилата У Андрея Там Покажут Потерянным Вроде Возвращают Только У Фобос По-моему Девайсы Пропали В итоге Кто-то решил Поиграть На девайсах Фобоса Ну Не знаю Фобос играет Нормально Может быть Не на своих Девайсах Но Тем не менее Пока не похоже На то Что он ошибается Мне бы Я бы больше Поверил То что Улило Девайсы Уехали Ему Взяли Двухкнопочного Бара Специально Чтобы он Не Не косячил Разгон Ульт Ульт Разгон Ну Да Допустить Ошибку Довольно Сложно Согласен Так Что Додос Додос То самое Слово Которое Нельзя Произносить В прямом эфире Ну Че бы И нет Это Как Нельзя Произносить Грип Не знаю Вот у меня Например Судя по всему Грип Но Ничего же С другой Стороны Додос Видимо Пострашнее Потому что Если бы у меня Был Додос Вы же бы Меня не слышали А я Так слышите Да Ну и что-то В общем У Года Там Произошло Он Вылетел Да Ну Пишет То что нельзя Произносить В эфире Пишет И Пишет И Фобос Слушай Я уже давно Не помню Чтобы Вп Додосили Как-то Внезапно У Года Появились новые Поклонники Там После Саммита После Саммита Да Да Не знаю Вроде Год Нормально Сложно Сказать Действительно Да Виртуз Прочит Не вспомню Я последний раз Когда их В онлайне У них Кстати Было Все Окей Да И вообще У большинства Сотвались Как-то Последнее Время Тьфу 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 Сейчас Мы Накаркаем Наговорим Да Уже Наговорили Да Так что Если Где-то В ближайших Матчах Вирков Будет Вот 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 Ерунда Какая Может быть Просто Питерский Иннет Валился Проблемы С этим Не может Он Посто Зайти У меня Сегодня Целый День Какая-то Хрень Происходит Все Грузится Очень Долго Падает Постоянно Может Что-то Какие-то Магнитные Буря Ты Тоже В Питере? Нет Но Земля Она не такая Вся Большая Относительно Солнца Если Там Какие-то Магнитные Буря То Думаю Они Касаются Всего Всей Поверхности Только Пожалуйста Мимо Казани Как-нибудь Магнитные Бурями В Москву В Питер Развлекайте Мы тут Хотим Стабильным Интернетом Сидеть А то Мало Ли Что Пропаду Куда-то Люди Так И не Увидят Кто Ж Победит В Эп Эрестарки Эх Тяжело Будет Тут Умрет Ли Урса Вопрос Пока Что Еще Да Он По-прежнему В тренде По-прежнему Я жду Ваших Сообщений Ребят Урсы Блинк Не в КД Она Уйдет Сразу Но Проблема В том Что Она Делает ТП Вообще Она Может Во время ТП Сразу Блинк Это Будет Кстати Очень Умным Решением Реально Может Еще Один Путь Такие У нас Есть Вариант Первый Вариант Это Глимс Самый Вероятный Сход События И Смерти Урса Варера Второй Вариант Это Найтмэр Который Вешает Товарищ Бэйн На Волчонка И спокойно ТП Делает Урса До Конца Еще Один Вариант Есть При Котором Все Рано Вижн Ну Или Например Просто Дисрап Не сможет Прокликать Свой Глимс И Третий Вариант Урса Может Просто Прожать Блинкаут И Тип Стоп Или На Развороте Она Убивает Гиджища И Дисрап Такой Фантастический Вариант Добавил Развитие Событий Без Маны Без Ультимейта Просто Сгрызает Пилота Че Да Это Какая-то Фантастика Тут Еще Один Вариант Предлагают В общем-то Урса Улетает Возвращается На Глимсе Бист И Дазл Прилетают На ТП Там Масс Драка 4 на 5 Виртуза Выигрывают 3 в 1 Или 4 в 1 Другие Предположения Стоят Вообще Ты знаешь Так-то Так-то Драку Здесь И Можно Устроить Потому что Смотрю У Лича Чайник Есть У Клопы Есть Рассказ А По Большому Счету Здесь Пока Только Два Героя ТП Больше Нито Не Делает Без ТП Нет Кстати Говоря Прилететь Он Не Сможет Так Быстро Как Хочет Даззл Может В Принципе Хотя Я По Ню Не Так Много Вот Так Что Здесь Может Какой-то Замес Приключиться Хотя Я Думаю Что Если Глимс Произведет Шансов У Росетского На Выживание Минимальные Потому что У него Элементарно Нет Ультимейта Он В Кулдауне А Ни Рокот Берджи Просто На Так Что Надо Дождаться Просто Кода Там Все Разрулится Ну И Мы Собственно Горя Ждем Года На Бестмастере Который В Драку Точно Никак Не Успеет Ну Хотя Нет Если Он Побежит Сразу За ТП За Своей Так Что У нас Там Ну ВП Ведут По Графикам У них Все Хорошо Вот На Сам Деле Еще Такой Вопрос Интересный Насколько Хороша Урса В Супер Лейт Гейме Все Так Мне Слабо Верится Что Этот Герой Хорош Если Он Не Заснул Болится И В Какой То Момент Не Будет Иметь Большого Перевеса Почему То Ты Знаешь Типа Вот Если Герой Который Имеет Оверфарм На Два Артефакта Лишних Чем Любого Другого Кор Героя Противника То Да У Русап Просто Бог Тоти Он Убивает Всех И Вся А При Прочих Равных Условиях При Одинаковых На Форс Ну Не Зам По Моему Герой Которого Объективно Говоря Очень Легко Катить Ну То То есть Он Даже Врывается Там Условно Гост Йулы Глимер Кейпы Это Все Работает А Он Такой Знаешь У него Очень Сложно Ему Забивать Таргет То 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 Ебнет Мы Короче Теряем Людей Теперь Еще Урса 4 На 4 Ну По Честному Все Не Он Просто Перезашел Он Проверил Может быть Перезаходим Может быть Меньше Секунд На ДП Спрашивают Всегда Будут Стримы Да Насколько Я понимаю До Конца Будет Да Мтл Мтл Весь Турнир Будет Проходить Онлина Азубу Остальные Турниры Вроде Как Пока Еще Тремится На Твич Вот Но Может быть Будет Что Еще Где Что Как Насколько Я понимаю Азубу Это Китайская Платформа Да Да Нет Мне Казалось В общем Что Ну В любом Случае Нам Бы Не Помешала Какая Такая Здоровая Конкуренция Твич Но Сейчас Конечно Далеко Впереди Как Не Крути Насколько Я знаю Азуб Сейчас Там Предлагает Лучше Там Всякие Условия И так далее Поэтому Многие Даже Русскоязычные Какие Так Кастеры Стримеры Перебираются Часть В них Понятно Ну В общем Да Очень Хотелось У нас Я так Понимаю Смотрят Нас 5500 Человек Да Я Просто Не Совсем Пойму Здесь Зрители Сейчас я скажу Отборы Что-то такое Вот вроде Какая-то такая информация Поэтому Матчей будет много По поводу По этому турниру И смотреть Мы всех будем На этом канале Нижнее подчеркивание Руха Поэтому там Лайки Пальцы ставьте Регистрируйте Чатики Пишите Осваивайте Закалки Добавляйте И все будет Ок Вот Ну Периодически Еще конечно Второй канал Будем подрубать Когда вот Параллельная трансляция Будет Как сегодня В остальном В остальном Все Пока По такому курсу Так а что у нас По смайлам Смайлики Смайлики Да Тут как-то Их очень много Я думал Сейчас там Откроют Пять смайлов А тут Что-то их дофига Я аж потерялся Да Ну в общем Тем временем В игре у нас ВП хотят играть 4 на 5 Потому что Не хотят ждать Админ попросил Подождать Но говорит Что ждать Слишком долго Тоже нельзя И Ну админ тоже Не хочет Чтобы играли 4 на 5 Вот И в 27 минут Мы начнем А сейчас 23 Еще 4 минуточки Еще 4 минуточки Будем ждать Ну надеемся Куда вернется На самом деле Я не вижу Вариантов При которых ВП выиграют 4 на 5 Даже Несмотря на то Что они там Убер фавориты И бла-бла-бла Там Но все-таки Я думаю Старки Не позволят Себя поиграть Когда там Не хватает Мидера В противоположной команде Ну да Тем более Он еще не купил Там все Все слоты Необходимые Тяжеловато будет Ну а что поделать Что поделать Что он там Мастер контролев НГшка будет контролить Ну кто-то будет Лива может быть Будет годы Использовать Как птицу Визажа Ну кстати да То есть Лил то у нас Тот еще задрот Которому побольше Басумонов Дай в руки Он там сам Расконтролит Поэтому действительно Дисраптор Все-таки Хоть и имею Четыре кнопки Активные Плюс еще В инвентаре Что-то можно Попробовать на годе Также Пожмакать кнопочки А там есть Что понажимать Там тоже Четыре активные кнопки Плюс там еще И в инвентаре Ну все полезно Короче Зача будет Непростая Думаю Лил справится Да Ну как раз Смотри Птицы визажа Урон наносят Наносят Станет Станет Что еще Ну в принципе Все Перепризывать не надо Он сам будет резаться Если умирает Через некоторое время Ну ястреба Перепризывает Кабанчика Все-таки Боже Когда убираешь Экран С позиции ГТП Сурус Она стала Сущена Я слышу Звук Да Я тут Заметил Что если Во время пика Нажать консоль То появится Мини-карта И на ней Будет видно Положение Твоего экрана Но я уже Давно Подозревал Что Когда вот Во время пика У тебя Мышка уходит Влево-вниз То слышно Фонтан Я понял Я понял Ну так В консоль Ты же Все равно Камеру Не переднешь Правильно Ну зачем Ты можешь Просто Ориентироваться И по-моему Можно Все равно То есть Даже если Ты нажимаешь Консоль У тебя Все равно При наведении На краешек Экрана Да У нас игра Тут продолжается Второй Момент истины Блинкаут И гениальное решение Сделать Блинкаут Даю 500 баксов Что он бы не додумался Его сделать Если бы не пауза Согласен Полностью с тобой согласен Я более чем уверен Что Старки Даже посмотрели Местоположение Дисраптора За время этой паузы И увидели Что там действительно Проблемы Потому что так Изначально Они этого Дисраптора Не видели Ну да Если паузы не было Наверняка Просто продолжал Делать паузу Скорее всего погиб Но Пауза Сыграла здесь На руку Старком Ну и Так и не вернулся И это Друзья Большая проблема Потому что сейчас У кого-то начнет Неплохо так Бомбить Я как раз Обращаюсь с тем Кто делал Ставочки Да Ставочки Ставочки На бакспро Потому что Тут сейчас становится Все не очень Такие однозначно Но в такой ситуации Вп чем быстрее Закончит Тем лучше Потому что Этот бестмастер Он эффективнее не станет Он просто не сможет Потратить свои деньги Разве что Году удастся Ворваться в игру Так Нападение на фобуса Фобус Нападает на него Да И у него даже Не было разгона В общем Деньги он потратить Не сможет Единственное Если он там Сможет как-то Ворваться в игру И просто Закупиться В какой-то момент Это еще будет Более-менее Но все равно Благо теперь По-моему В Капитанс Моде Они не вычитаются После Даже Определенного Количества Времени Вообще Должны вычитаться Ну Как в паблике Когда герой вылетает Если он совсем Дисконнектится То все деньги У него Распределяются В равной степени По тиммейтам Раньше такое Было даже В Капитанс Моде Такая вот Необычная ситуация А тем временем Тут Боже Такая халява Просто такая халява Старки неожидали Что-то будет контролить Так Ну приходит Трикстер Эринстан Соник Вэв Ой, рассказка Хорошая Ну там и статик Не менее Хороший Аддисраптор Лил неплохо Законтрил Кулдаун Залетел от Сайлента Сирензал Сделает серию Бист И Ну тут Такой конечно Байт на байте Что называется Но как же Халявно Отдался Сорсетки Боже Это Ну да Прям беда Здесь его просто Убил Год Практически Только это был не год Но мы не узнаем До конца Кто это был Поэтому будем считать Что год Очень хорошо Развели урсу На байбэк Получили большое преимущество Сейчас Да У года Конечно Просто 3000 Ну смело Эти 3000 Можно вычитать Из графиков А это Половина преимущества Фактически Здесь графики Еще не обновились Ну да Смысл понятен Потому что Действительно Деньги эти просто Десят И ни во что Они будут инвестировать На ближайшее время Так вот Урсетский Просто как-то Я не знаю Не ожидал Он сперва Отник Ренмиконов Просто пытался уйти От этого кабанчика Которого замедлила А потом Праймл Роу Казалось бы Совсем внезапно Ужасная ситуация была Урсетский сделал байбэк Остался без денег А там теперь Реним спирит бреки Разгон На буки Незер страйк Урну в шадос Повесил И Его подняли А поубедить Не удалось Однако Врывается Слардар А тут год Ну или лил на годе В общем-то Будут убивать Скорее всего Топорики прошли Немножечко не туда Но погиб Слардар В размину бестмастера Некрадомиконы Все еще живы Даззл здесь Пойзон тач Ставится кинетик Зажали у Урсетского Колдаун на ход От Салента С спины зашел Разорвали очень быстро Бэйна Летает там чайник Очень неприятно Но таки Тем временем Забрали Лича Остается только Урса Урсу тоже забирают Она после байбэка И можно ломать Последнюю вышку Тир двашнюю Нужно Нужно ломать У Урсетского Не будет целой минуты Без возможности байбэка Снова трак выигрывает ВП Хотя часть денег И заработали Также старки В частности При этом пока Виртуз про все получается Да Вообще Сейчас для старков Ну вот в текущих реалиях Зная что нет кода Например Полноценного игрока Нужно просто Переждать эту агрессию Сторону ВП Может быть Немножко задоджить Замесы Пофармить Чуть Они же потом все равно Должны выиграть Лол Ну вот они сейчас Действуют максимально Оптимально То есть они ищут Ой Квапы Кулдаун Яула И у Бара Есть ульта Что-то он поспешил По-моему Не знал видимо Что кулдаун Яула Но очень сильно поспешил Если бы добежал до конца Мог бы побольше урона Нанести Может быть даже убить Но вряд ли убить Светит до конца А Дистратор Подходит Но Ну Квапал Снеграмотно все сделала Она не стала По прямой бежать Вариантов для Там из того Чтобы скинуть Кноф Пейн Было откровенно говоря Маловато Ее уже откатилось Там БКБ В Курьере Уже было Уходит 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 Кноф Пейн Но ВП должны Сейчас Как-то правильно Сказал Максимально быстро Расправиться Со всеми товарами С внешними Они уже В принципе Разобрались Возможно Осталось появление Рошан И Захарить на хайграунд Несколько у них будет Скорее всего Попыток Ну ФНГшка Контроль Бестмастера Судя по всему Вот они бегают Вдвоем Все время Ну Это было видно С самых первых минут Бара Не побежал Дальше Ну И Рошана Наверное Стоит БКБ Уже есть На Гирча Да Эти Три пятьсот Конечно Сейчас потратить Бесту Куда-нибудь Хотя бы Не знаю Еще немного Там Добить Кирасу Пусть он бегает Как кулек Этот Но С Кирасой Дает Какую-то Дополнительную Ауру Но идут вниз Где уже битая вышка Понимают Что нужно Сносить сторону Даже Два Егиса Может быть правильно Так Ну посмотрим Сейчас Очень нужно Очень важно Как следует Все сделать Да Нужно конечно Здесь не допустить Ошибку В первую очередь Но вот Снесли Тир-3 Очень просто Очень быстро Глиф по-прежнему Нет Некромиконы Кабанчики Много всего Дико неприятно Против этого драться Ну и что Буги там Засел Интересный Позицию Сторона минус Да И можно просто Отойти сейчас ВП Нужно отойти Да Самый лучший Как-то очень странно Вообще На халяву Все отдали Даже И не сплитили И драться Не пытались В итоге Просто продали Свои бараки Теперь ВП могут Точно так же Подождать Еще Рошана Только уже С большим преимуществом И выходить На Рошана И потом Выходить На следующую сторону Ну да Туда же была попытка Такая Развернуться И подловить На Глимс Ларвара Не мучался Так вот Рошан Появляет Через 30 секунд Вообще Очень даже Халявно Все для ВП Получилось Ну Старк Если что Вы не дрались В таком моменте За 1 Тауэр То Дальше будет сложнее Просто На много Потому что Появляются Деньги А не Дополнительный Артефакт Да Ну я Говорю Сегодня Че-то Такое Причем Доты У меня Без этого Даже Не пролагнул Ни на секундочку Скайп Шалит Вот Годы Что-то Тоже Видимо С этим Связаны Какие-то Проблемки Ну Ладно Ты возвращаешься Периодически Все-таки А он Как разок Ушел Так и Пока нет Зато Я несколько Раз Он Один раз Но навсегда Конкретный Мужик Такой Сказал Выйду Значит Выйду Так На Урсу Нападение Урса Успевает Раскастоваться Но ее Запирают Ее Закрывают Ей Коля Вызови Ну Боже Вот Фнг Красавчик Они На КД Были Они Катили В последний Момент Но четко Разобрались В итоге Минус Урса Спасают Всех Кот Бежит Вперед Скачет Сультимейт Лича Так Квейв Отличный Квин Уфбейн Поздно Приходит Сюда Флобус Кот Уже Просел ПКП Кот Будет Погибать Минус Три И Флобус Прожимает ПКП Даст Незер Страйк Олдан Герокоптер Вот он Парень Который Может Спасти Этот Мир Сален Убивает Бэйна Но Клопа Понятное Дело Отпрыгнул И ушла Ну Такая Сидака Для ВП На самом Деле Ну Нормально Они Отдали Вот этого Дискнувшегося Парня И двух Суппортов Забрали Кэрри Хардовика И Саппорта И Самое Главное У них Вот эти Два Кора Выжили Еще Чуть Нафармили Сален Сейчас Си Купит Какой Супер Артефакт Ну Может Игл Сонг Аегис Как раз Возьмет И Будут Доламывать Еще Одну Сторону Заходит Личаур Ну Повесил Эх Сейчас Б еще И баш Сработал Какой Нибудь Думает Фобос Где Мои 17% Ну Где Сколько Нибудь Сработало Было Неплохо А Тут Сайлент Привет Неплохо Ой Урсетки Подставился Лил Тоже Уже Рядышком Генетик Стоит Рок Пытается Заюзать И Его Просто Напросто Разорвали Да Там Еще Глимс На всякий Случай Никуда Он Не Уходил В Любом Случай Ну И Собственно Все Вот Фобос Отличную Движуху Навел И Очень Хорошо Что Подключился Сайлент В итоге Они Вдвоем Убили Двух Героев Хотя Там Было Вообще Три И По идее Никого Они Не Должны Убивать Но Сейчас Бесплатно Практически Ломают И вторую Сторону Да Вот Они Некрачи Есть Фортификейшн Но Нет Урсы Без Урсы Драться Нереально Пытаются Тут Что-то Сделать Есть Манта Сейчас Валил Просто Вернет И Убьет А вот Возвращает Кинетик Зажали Моментальный Минус Даже Статик Не тратили И В итоге Сторона Будет Падать Без Двух Героев Придется Оброняться Старком Ну Даже Пятером Против Четырых Не Справились Старки Их Просто Вчетвером Вп Убивают Вчетвером Легче Чем Вп Такое ощущение Что Года Давно Была Пора Набрить И Начинать Играть Вчетвером В эту Игру Потому Что Получается Очень Круто Ну Либо Вп Включили Нереальный Потенциал Поняли Что Надо Выигрывать И На Старков Может Быть Тоже Немножко Давит То Что Четверым Проигрывать Это Много Большего И Не Надо Да Он Уже Хорош С Этим Мехами 7 200 Офигеть Ой Уртитский Вошел Неудачно Прайм Урор Получает Сразу Залетает Статик Туда Но Буквик Прожал БКБ Атака Фобос Пошел Растолкал Все Курсы Проблемы Вытолкнули На Хайгран Пулдаун Пошел Здесь Чайник Саник Начинает Расстрелить Под Ну Конечно С Огромным Запасом ВП Выиграли Если Вот Не Взять Вначале Тот Какой-то Хаос Который Происходил То Сыграли Очень Уверенно Старком Тяжеловато Даже Вчетвером Да И Такая Хорошая Пощечина Для них Была Вначале Первый Два Фрага Отдали Когда Лил Добрал Курьера Чуть Не Умер Под Тир 2 Сразу Подсобрались Взяли Себя В руки Даже В отсутствии Бисмастера Смогли Выиграть Выиграть Но Правда Только Первую Карту Будет Еще Карта По Номерам 2 Очень Надеемся Что Год Вернется И Трой Карте Отыграет Полностью Но Это Мы узнаем Лишь Только После Паузы Поэтому Дорогие Друзья Никуда Не Убегайте Скоро Скоро Мы Опять Таки Вернемся Будем Смотреть Дотку Интересную Интересную Подку